Глава 1. Детство, юность и подвижничество святого Иоанна. 347-380. В точности неизвестно, в каком собственно году родился великий святитель. Писатели расходятся в своих мнениях касательно этого на 10 лет. По более вероятному предположению, Иоанн родился около 347 года по рождестве Христовым в Антиохии. Его родители были люди знатные и богатые. Отец его, секунд, занимал высокую должность воеводы в императорском войске, а мать, Анфуса, была весьма образованной для своего времени женщиной и вместе с тем примерной супругой и матерью семейства. Оба они были христиане, и притом не по имени только, как это нередко случалось в то переходное время, а истинные и действительные христиане, преданные святой церкви. Известно, что сестра секунда, тетка Иоанна, состояла даже деканица в Антиохийской церкви. В таком именно благочестивом доме и родился Иоанн. Секунд, Иоанн, Футса были еще люди молодые, и у них были только еще двое малюток – девочка двух лет и новорожденный мальчик Иоанн. Радость и утешение своих родителей. Но не успело это благочестивое семейство насладиться своим счастьем, как его постигло великое горе. Во свете лет и служебных надежд скончался глава его Секунд, оставив по себе молодую вдову Анфусу с двумя малютками. Горе молодой матери, которой было всего 20 лет от роду, было безгранична. Правда, она не нуждалась в средствах жизни, так как имела значительное состояние. Но ее нравственные муки были тяжелее материальной нужды. Молодая и неопытная, она неизбежно должна была сделаться предметом разных искательств со стороны многих ложных друзей, которые не прочь были воспользоваться ее богатством, и всякая другая женщина в ее положении легко могла бы сделаться жертвой, если не увлечений, то обмана и обольщения. Но Анфуса представляла собою одну из тех великих женщин, которые, вполне осознавая свои истинные назначения и достоинства, стояли выше всех увлечений и житейской суеты. Как христианка, она двинула на свое несчастье, как на испытания, свыше. И, отбросив всякую мысль о вторичном замужестве, порешила забыть о себе и всецело посвятить себя материнской заботе об осиротевших малютках. И она исполнила это решение с такой непоколебимостью, что вызвало невольное удивление в язычниках. Знаменитый языческий ритор Ливаний, узнав впоследствии о ее материнском самоотвержении, невольно и с удивлением воскликнул «Ах, какие у христиан есть женщины!» Решимость ее не ослабела и от нового горя, поразившего ее материнское сердце. Ее маленькая дочь скоро скончалась. И Анфуса осталась одна со своим сыном, который сделался предметом всей ее любви и материнских забот и вместе надежд. Принадлежа к высшему обществу и сама будущей женщиной образованной, Анфуса не применила дать своему сыну наилучшее по тогдашнему времени воспитание. Удалившись от всех развлечений мира и всецело сосредоточившись в своем маленьком семействе, она сама могла преподать своему сыну первые начатки образования. И это было величайшим благом для Иоанна. Из уст любящей матери он получил первые уроки чтения и письма. И первыми словами, которые он научился складывать и читать, несомненно были слова священного Писания, которое было любимым чтением Анфуса, находившей в нем утешение в своем преждевременном вдовстве. Эти первые уроки на всю жизнь запечатлелись в душе Иоанна. Если он впоследствии сам постоянно, так сказать, дышал и питался Словом Божиим, и истолкование его сделал главной задачей всей своей жизни, то эту любовь к нему он, несомненно, воспринял под влиянием своей благочестивой матери. Так прошло детство, и наступило отрочество мальчика. Его положение требовало дальнейшего образования. Анфуса приложила все старания об этом, и, не жалея никаких средств, предоставляла все удобства для образования и самообразования своего сына. Неизвестно, как и где, собственно, получал свое дальнейшее образование Иоанн, дома или при помощи наемных учителей, или в каком-нибудь христианской, в какой-нибудь школе, Антиохия славилась своими школами, и была своего рода сирийскими афинами. Там было много языческих школ всякого рода, которые славились своими учителями, блиставшими напыщенным красноречием и туманной философией. А рядом с ними были школы христианские, где главным образом преподавалось и истолковывалось слово Божие, хотя не пренебрегалось и общее знание, насколько оно могло быть почерпаемо у лучших представителей классического мира. Так или иначе, Иоанн получал книжное образование, но оно составляло только часть его воспитания, которое промысл Божий, предуготовляя своего избрания как его будущему великому назначению, вел и иным способом, давая ему наглядно постигнуть всю счету отживающего язычества и величие и святость христианства. В это именно время, когда Иоанну было 14-15 лет и когда, следовательно, его душа только что раскрывалась к сознательному восприятию окружавших его событий и явлений, язычество делало последнюю, отчаянную попытку побороть христианство. Представителем его выступил император Юлиан Отступник, а владев императорским престолом, он сбросил с себя маску лицемерного благочестия, и выступил открытым врагом христианства, ненависть к которому уже давно таилась в его душе. Повсюду он начал поднимать разлагавшееся язычество и вместе с тем унижать и подавлять христианство. Так как Антиохия была одним из главных оплотов христианства, которая там именно впервые и выступила под своим собственным именем Деяния 11.26 и имела славных учителей и доблестных исповедников, то Юлиан не применил обратить свое внимание на этот очаг ненавистной ему религии и принял все меры к тому, чтобы подавить и истребить ее. При этом, однако, он был слишком дальновиден, чтобы действовать наподобие прежних императоров-гонителей. Он знал из истории, что грубое гонительство не может достигнуть истребления той религии, для которой кровь ее мучеников и исповедников всегда была плодотворным семенем. И поэтому он прибег к другим мерам и стал действовать с одной стороны положительно, поднимая унылый дух язычников, а с другой – отрицательно, подвергая христианство всевозможным стеснениям, издевательствам и сатирам, в способности к которым нельзя было отказать этому царственному вероотступнику. Направляясь в Антиохии, Юлиан не применил посетить ее предместе Дафну, где был славившийся в свое время храм Аполлона. Некогда храм этот, сокружавший его священной рочи, был местом постоянных языческих торжеств и молений. Но теперь Юлиан поражен был его пустотой. Даже жертву не из чего было принести, и встретивший его жрец должен был заколоть по случаю этого неожиданного торжества своего собственного гуся. Эта картина глубоко поразила Юлиана. И тем более, что тут же поблизости находившийся христианский храм, в котором находились почитавшиеся христианами мощи святого Вавилы, оглашался священными песнопениями и наполнен был молящимися. Юлиан не стерпел, и так даже велел закрыть христианский храм и мощи из него удалить. Это несправедливое распоряжение, однако, не подавило духа христиан. Они совершили торжественное перенесение мощей, и когда совершалась эта величественная процессия, оглашавшая окрестности Юлицы Антиохии пением стихов псалма, да посрамятся кланящиеся истуканом, хвалящиеся о идолах своих, то Элиан ясно мог видеть многочисленность христиан и их восторженную преданность своей вере. Тогда, изменяя своему философскому спокойствию и лицемерной веротерпимости, он велел арестовать многих христиан, бросить их в тюрьму, а некоторых даже приказал подвергнуть пыткам. Между тем, гнев небесный разразился над капищем идольским. Храм Аполлона, о котором так заботился Юлиан, был поражен ударом молнии и сгорел дотла. Ярость Юлиана была безгранична, и он, заподозрив христиан в поджоге, велел закрыть главный христианский храм в Антиохии, причем престарелый пресвитер его, святой Феодорит, отказавшийся выдать языческим властям священнейшие принадлежности храма, был предан мученической смерти. Одна знатная вдова Фублия подвергалась побоям за то только, что когда Юлиан проходил мимо ворот ее дома, из него послышалось пение псалма «Да воскреснет Бог, и расточатся в рази его!» Двое из молодых военачальников императорской гвардии Иовентин и Максимин однажды в товарищеской компании выразили жалобу на эти несправедливости правительства по отношению к христианам и по доносу немедленно были арестованы, заключены в тюрьму, и когда они отказались склониться к язычеству, то Юлиан приказал их казнить, и они ночью были обезглавлены, а тела их с должными почестями погребены были христианами. Давая волю своей ярости, Юлиан, однако, в то же время понимал, что христианство нельзя подавить подобными жестокостями, которые только поднимали мужество и дух в христианах. Поэтому он действовал и иными способами, именно литературным путем. Он сам писал сатиры на христианство, издавал сочинения в опровержении чудес и божества Иисуса Христа, старался выставить христиан темными и невежественными фанатиками и суеверами, а сам в то же время всячески стеснял для них способы образования, запрещая им преподавать в школах и закрывал самые школы, облагал христиан большими налогами, конфисковал церковное имущество и изгонял епископов и священников. В войсках обходил христиан наградами, в провинциях стал губернаторами лиц, известных своей ненавистью к христианству и сквозь пальцы смотрел на усердие и в искоренении ненавистной ему веры всякими, часто кровавыми средствами. Когда один из префектов обратил его внимание на совершающиеся в провинциях жестокости над христианами, то он в негодовании воскликнул, что за беда, если десять галилеян падут от руки одного язычника. Наконец, вязщее издевательство над христианством, он порешил восстановить в Иерусалиме храм иудейский, чтобы тем опровергнуть предсказания Иисуса Христа о его полном разрушении. Все эти события происходили на глазах отрока Иоанна. Хотя он уже в отрочестве отличался необычайной для его лесосредоточенностью, избегался товарищества и любил предаваться стиши своего дома уединенным размышлениям, почерпая из чтения священного писания и своего глубокого духовного существа материал для своего образования. Однако он не мог вполне оставаться равнодушным к тому, что происходило вне его дома. И так как его благочестивая мать, несомненно, переживала много тревожных дней во время этих гонений на христианство, то и он должен был разделять ее тревоги и опасения. Можно даже думать, что он принимал живое участие в делах христиан. Читая его восторженное похвальное слово, произнесенное впоследствии над гробом святых исповедников Веры Христовой, доблестных воинов Иовентина и Максимина, нельзя не выносить того впечатления, что он сам когда-то участвовал в погребении этих мучеников и сам со множеством других христиан проливал над их обезглавленными трупами горячие слезы. Неистовства Ильяна закончились с его заслуженной гибелью во время персидского похода, когда он, смертельно раненый, безумной ярости бросал к солнцу комья грязи со своей запекшейся кровью и в предсмертном издыхании воскликнул «Ты победил меня, галилеянин!» После него прессов перешел к Иовиану, который в течение своего короткого царствования старался загладить вред причиненный христианству и его предшественникам. Он восстановил на воинском знамени имя Христа, освободил церкви от налогов, возвратил епископов и ссылки. Так же действовал его преемник Валентиниан, и хотя он совершил крупную ошибку, пригласив соправителей себе Валента, которого предоставил Восток, но в общем он старался излечить раны нанесенной христианству царственным вероотступником. И действительно, немало сделал в этом отношении, предписав, например, празднование воскресного дня и запретив разные волшебства и ночные жертвоприношения, под предлогом которых язычники совершали всевозможные гнусности и поддерживали в массах народа вражду к христианству. К этому более спокойному времени Иоанн был уже юношей. При вступлении Валентиниана на престол Иоанну было уже около восемнадцати лет и из него расцвел прекрасный, если не телом, то душой юноша. Материнское сердце Анфуса восторгалось при виде ее сына, который, как сокровище, охраняемое ей в течение многих лет от всяких вредных влияний и опасностей, теперь проявлял все признаки великих дарований. И любящая мать сочла своим долгом дать ему возможность устроиться в мире согласно с его положением и дарованиями. Для успеха на житейском поприще ему необходимо было закончить свое образование каким-нибудь специальным курсом. И она, заметив в нем предрасположение к ораторству и глубокомыслию, предоставила ему возможность поступить в школу знаменитейшего в то время учителя красноречия Ливания. Это был язычник-софист, один из ближайших пособников Юлиана. Подобно ему, он упорно держался язычества и мечтал о возрождении его на новых философских началах. К христианству он относился свысока, и хотя не питал к нему ожесточенной вражды, но не прочь был посмеяться над его странными верованиями какого-то сына плотника. Посетив однажды христианскую школу в Антиохии, находившуюся под руководством весьма набожного и строгого учителя-христианина, Ливаний сирония спросил последнего, а что поделывает теперь сын плотника? На этот кощунственный вопрос учитель серьезно ответил, тот, кого ты насмешливо называешь сыном плотника, в действительности есть Господь и Творец неба и земли. Он, добавил учитель, строит теперь погребальные дороги. Вскоре после этого пришло известие о неожиданной смерти Юлиана, и насмешливый Ритор не мог не призадуматься над полученным им от христианского учителя ответом. Во всяком случае, он не отличался какой-нибудь фанатической слепой враждой к христианству, а потому и прохождение курса высшего красноречия у него не было опасным даже для христианских юношей. У него, например, учился святой Василий Великий и даже впоследствии поддерживал переписку с ним. Не мог опасаться никаких дурных влияний от него и святой Иоанн, который, воспитавшись в благочестивом доме своей матери, теперь был уже вполне воином Христовым, умевшим владеть духовным оружием для отражения Иоанн, свойственно ему жаждую к знанию, отдался высшей науке и сразу обнаружил такие дарования и стал делать такие успехи, что невольно восторгал своего учителя. Последний отчасти не без тревоги видел, как в его школе вырастал этот необычный оратор, который угрожал со временем затмить самого учителя, и это тем более беспокоило его, что Иоанн был христианин. И готовился быть великим глашатаем и проповедником христианства, между тем, как сам Ливаний все еще надеялся воскресить разлагавшийся труп язычества. Нет сомнения, что старому сосисту крайне хотелось бы склонить молодого оратора к своим убеждениям, и эта тайная надежда заставляла его с особенным вниманием относиться к своему любимому ученику. но надежда его оказалась тщетной. Иоанн в это время уже почти наметил свой жизненный путь, порешив посвятить себя на служение своему Господу Иисусу Христу. И старый сосист, будучи на своем смертном одре, с искренней скорбью ответил своим приближенным на вопрос, кого бы он желал назначить своим преемником по школе. Иоанн простонал он, если бы не похитили его у нас христиане. Рядом с красноречием Иоанн изучал и философии у некоего философа Андрогафия, также славившегося в Антиохии. Философия в это время уже давно потеряла свой прежний классический характер, и под нею разумелось по преимуществу поверхностное изучение прежних философских систем, причем недостатком глубины мысли, прикрывался потоком туманного и напыщенного красноречия. Но более выдающиеся представители философии все-таки умели придавать своей науке характер некоего любомудрия. Если им удавалось проникать в законы духовной жизни человека, то этим уже они оказывали услугу своим ученикам, так как обращали их внимание от пестроты внешних явлений в таинственную область духовного мира. К числу такого рода философов вероятно принадлежал и андрогафии. Если Иоанн впоследствии проявлял изумительную способность проникать в глубочайшие тайники душевной жизни людей, чем блесают его проповеди и трактаты, то помимо природной духовной проницательности он обязан был этим немало и своему учителю. покончив свое образование Иоанн во всеоружии талантов и знаний готов был вступить на жизненный путь. Перед ним как знатным и блестяще образованным юношей открывалось широкое поприще. По своему положению он мог поступить и на государственную службу, но недавно пережитые крутые перевороты на императорском престоле, отзывавшиеся и на все администрации, могли подорвать доверие к прочности подобного рода службы. И потому Иоанн предпочел более свободное занятие адвокатурой. Занятие, которое не стесняет человека известными обязанностями, в то же время открывало молодым даровитым людям путь к высокому и почетному положению в обществе. Вся почти знатная молодежь того времени начинала свою общественную жизнь адвокатурой. И ей занимались например святые Василий Великий, Амросий Медиаланский, Сульпицы Северс и другие знаменитости того времени. Это занятие сразу ввело Иоанна в бурный круговорот жизни, и он стал лицом к лицу с тем миром неправды, козни, обид и угнетений, вражды и лжи, слез и злорадства, из которых слагается обыденная жизнь людей, и которых он не знал в мирном доме своей благочестивой матери. Это оборотная сторона жизни, хотя и претила его неиспорченной душе, однако дала ему возможность познакомиться с той бездной неправды и порока, которая часто прикрывается ложью и лицемерием, но на суде выступает во всем своем безобразии. И это именно судейская деятельность и дала Иоанну впоследствии возможность изображать пороки с такой беспощадностью, которая обнажая их во всей гнусности, тем самым возбуждала невольное отвращение к ним. Адвокатство вместе с тем приучило его к публичному ораторству, и он сразу же обнаружил на этом поприще такие блестящие успехи, что им невольно восхищался его старый учитель Ливаний. Молодому адвокату очевидно предстояла блестящая будущность. Его ораторство приобретало ему обширную известность, которая, давая ему изобильные денежные средства, вместе с тем открывала дорогу и к высшим государственным должностям. Из среды именно наиболее даровитых адвокатов, приобревших себе имя в судах, правительство приглашало лиц, которым представляло управление провинциями, и Иоанн, идя по такой дороге, мог постепенно достигнуть высших должностей под префекта, префекта, патрицей и консула, с каковым саном соединялся и титул знаменитый. И показанная сторона этой жизни не могла не увлекать юношу, который только что выглянул на широкий свет Божий, тем более, что с этой жизнью неразлучны были и всякие общественные удовольствия и развлечения. Человек общества должен был непременно посещать театры и цирки, и волей-неволей отдаваться тем увлечениям и страстям, которыми светские люди старались наполнить пустоту своей жизни. И Иоанн действительно со своими молодыми друзьями и товарищами посещал эти места развлечений, но тут именно его неиспорченная натура более всего и возмутилась против такой пустоты. пустоты. Как адвокатство, так и эти развлечения с неотразимой очевидностью показали ему всю пустоту и ложь подобной жизни. И он увидел, как далек этот действительный мир с его неправдами и злобами, с его страстями и пороками от того божественного идеала, который преподносился ему, когда он по его собственному любимому выражению, напоив свою душу из чистого источника Священного Писания, с непорочным сердцем вступил на поприще жизни. Его душа не могла выдержать этого испытания, и он порешил порвать всякую связь с этим негодным миром лжи и неправды, чтобы всецело посвятить себя на служение Богу и стремлению к тому духовному совершенству, которое сделалось потребности его души. Этому благотворному перевороту много посодействовал один из его ближайших друзей и сверстников, именно Василий. Этого Василия не нужно смешивать со святым Василием Великим Китарийским, который был гораздо старше Иоанна и занимал уже высокое место, когда последний был еще отроком. Иоанн восторженно говорит о дружбе, которая связывала его с ним еще в отрочестве. «Много было у меня друзей», говорит он в начале своей книги о священстве, искренних и верных, знавших и строго соблюдавших законы дружбы. Но из многих один превосходил всех других любовью ко мне. Он всегда был неразлучным спутником моим. Мы учились одним и тем же наукам и имели одних и тех же учителей. С одинаковой охотой и ревностью занимались красноречием и одинаковые имели желания, простекавшие из одних и тех же занятий. Но вот между друзьями легла тень разделения. Когда Иоанн отдался светской общественной жизни, его друг Василий посвятил себя истинному любомудрию, то есть принял иночество. Пример истинного друга не мог не повлиять и на Иоанна, и хотя он в течение некоторого времени предавался еще житейским мечтам и увлечениям, но виденная им оборотная сторона мирской жизни настолько поразила его, что и он стал понемногу освобождаться от житейской бури. Опять сблизился с Василием, который не приминул оказать на него все доброе влияние, какому только способна истинная дружба, и Иоанн порешил бросить этот жалкий суетный мир с его злобами и нескончаемыми треволнениями, чтобы также всецело посвятить себя Богу и истинному любомудрию. 15. Друг глубоко обрадовался от переменей в жизни своего сотоварища, и намерение их совместно подвязать на поприще иноческой жизни готово было осуществить. Но неожиданно встретилось важное препятствие именно со стороны благочестивой Анфусы. Воспитав своего сына и поставив его на житейскую дорогу, она достигла цели своих многолетних забот и как мать конечно радовалась успехом своего сына. Правда она не могла не беспокоиться при виде того, как ее юноша сын отдавался житейской буре, и потому она, по ее собственным словам, ежедневно подвергалась за него тысячи опасностей, но утешалась тем, что пройдет пыл молодости, и ее возлюбленный сын, достигнув возраста мужа совершенного, вместе с тем придет в меру возраста Христова и сделается в общественной жизни достойным и своего положения и христианского звания. Какой же скорбью поражено было и ее нежное материнское сердце, когда она узнала, что ее возлюбленный Иоанн порешил вступить в иноческую жизнь. Все ее надежды разлетались в прах, и она не могла этого вынести. Призвав на помощь всю силу убедительности своей материнской любви, она со слезами стала умолять его, не повергать его второе вдовство и сиротство, и эти слезы не могли не поколебать его решение. Он отказался от своей мысли и остался в доме матери, хотя теперь уже был совершенно чушь всяких мирских увлечений, и сесело предавался подвигам благочестия, изучая Священное Писание, которое навсегда сделалось главным источником, напаявшим его жаждущую душу. Вместе с Василием они посещали особую подвижническую школу, где Священное Писание преподавалось известнейшими в то время учителями-пресетерами Флавианом и Деодором. И эти благочестивые учителя, и особенно Деодор, окончательно укрепили его в мысли посвятить себя подвигам учительства и благочестия. Вероятно, через эту школу, а может быть уже раньше, Иоанн сблизился с благочестивым епископом Милетием, который, обратив внимание на даровитого и благочестивого юношу, привязал его к себе и совершил над ним святое таинство крещения. В это время Иоанну было около 22-х лет 369-й год. Причина, почему так долго откладывалось его крещение, объясняется отчасти обычаем того времени, откладывать крещение до зрелого возраста, когда пройдут все увлечения молодости, а также вероятные обстоятельства и времени. Антиокийская церковь в то время обуревалась печальными смутами, которые производились арианами. Захватив власть в свои руки, они дерзко и сильно теснили православных, посевая притом раздоры и между ними самими, так что благочестивый епископ их, Милетий, несколько раз подвергался изгнанию. В таком положении дело находилось в первые годы детства Иоанна и с промежутками продолжалось в течение более 20 лет. Поэтому вполне естественно, что глубоко преданная православной церкви Анфуса и с этой стороны имела достаточно основания откладывать крещение своего сына. чтобы не сделаться сообщницей пагубной ереси. Теперь смута несколько улеглась. Епископ Милетий мог возвратиться в Антиохию и вновь занял свой престол. И христиане Антиохии могли с спокойной совестью и безопасно принимать крещение. Крещение оказало на Иоанна глубокое действие. Если уже и прежде он решил посвятить себя духовной жизни, то теперь, приняв в баню возрождения, он всей душой прилепился к подвигам благочестия, и архипастор Милетий, заметив его благочестивые наклонности, возвел его в должность чтеца, которая дала ему возможность вполне удовлетворить свою любовь к чтению Священного Писания. Чтобы всецело сосредоточиться на этом упражнении, Иоанн даже наложил на себя бед воздержания в слове, и недавний адвокат и оратор сделался почти молчальником, удерживался от всякого празднословия и шуток, и этим накоплял в себе духовные силы, которые понадобились ему впоследствии. Между тем в Антиохии опять начались смуты. Ариане, пользуясь содействием императора Валента, вновь начали теснить православных, и Милекий с Освом был в заточении. Положение православных вообще было тяжело, а служителей церкви в особенности. Для Иоанна прибавилось еще новое огорчение. Скончалась его благочестивая мать Анфуса. Он остался одиноким, и тогда он порешил совсем покончить с этим грешным миром, исполненным всяческих смут, треволнений и огорчений и удалиться в пустыню для отшельнической жизни. Его друг Василий торжествовал и радовался за своего сверстника, и оба они старались вообще о том, чтобы как можно больше друзей и товарищей своей юности обратить к этому истинному любомудрию. Сам, пылая ревностью к духовному подвижничеству, Иоанн поэтому был тем более огорчен, когда узнал, что один из его друзей, еще недавно предававшийся истинному любомудрию и стремившийся к подвижничеству, изменил своему решению и увлекшись любовью к некой Ермионе, задумал оставить отшельничество и жениться на своей возлюбленной. До крайности, огорченный этим, Иоанн написал своему другу два чрезвычайно сильных и красноречивых увещания, в которых, оплакав падение своего друга и изобразив суетность мира с его прелестями, призывал Феодора оставить свою суетную мысль и возвратиться к любомудрию. Увещания – это первое его христианское назидательное творение – возымели силу, и Феодор раскаялся о своей слабости, возвратился к подвижничеству и впоследствии был епископом Мопсуецким. Молодые друзья со всем пылом юности отдались духовным подвигам, и Иоанн теперь соперничал со своим другом Василием в делах благочестия. Подвижаясь сам, он и других поощрял подвигам, делам и словам, возбуждая в ленивых стремления к небесам через умерщвление своей плоти и порабощение ее духу. Слух о их необычайном подвижничестве распространился по окрестностям и к ним отовсюду потянулись страждущие духом и телом и получали исцеление. Около этого времени Иоанн написал свои два слова о сокрушении к инокам Дмитрию и Селехию, преподав в них урок утешения всем духовно страждущим и сокрушающимся о грехах своих. Православные жители Антиохии удивлялись подвигам молодых иноков, и даже собор епископов пришел к мысли как хорошо было бы поставить их ближе к церкви тогда нуждавшихся в самоотверженных пастырях. И вот пронесся слух что составился уже план взять их обоих и рукоположить во епископов. В те смутные времена подобные случаи были нередки. В сан епископа возводились и молодые люди, если они оказывались достойными этого сана по своему уму и благочестию. Честь предстояла великая, но эта весть чрезвычайно поразила и стревожила Иоанну. Он для того и удалился в пустыне, чтобы в уединении спасать свою душу, вдали от треволнения мира сего, а теперь опять хотят поставить его среди этих треволнений, притом в таком высоком сане, о котором он и помыслить не смел. Поэтому он порешил так или иначе уклониться от этого избрания, и так как его друг Василий оказался более склонным к предизбранию Божию, то он даже нарочито посодействовал ему в этом, а сам укрылся в пустыне. Василий действительно был взят и рукоположенного епископа, и когда узнав о поступке своего друга стал сетовать на него, то чтец Иоанн в оправдание себя и в утешение своего друга написал знаменитую книгу «Шесть слов о священстве», в которой изложил всю возвышенность и трудность пастырского служения. Эта книга сделалась навсегда необходимым руководством для всякого пастыря душ. Из нее именно черпали и доселе черпают себе духовное мужество и силы все истинные пастыри, добре правящее слово истины. Василий, успокоившись от волнения, ревностно предался своему архипастырскому служению и в качестве епископа Рафанского впоследствии участвовал на Втором Вселенском соборе в 381 году. Между тем Иоанн, избегну епископства, еще сильнее предался своему духовному подвижничеству. 19. В это смутное время, когда в политической жизни чувствовалась тяжелая неопределенность, а в церковной продолжалось пагубное господство ориан, многие благочестивые люди предпочитали за лучшее бросить этот жалкий мир с его смутрами, треволнениями и бедствиями, чтобы в пустыне найти себе полное успокоение. Там, в безмолвном уединении, среди вечной прекрасной природы, смолкали все злобы мира сего, и отшельники могли с облегченным сердцем пищись о спасении своей души. Поэтому окрестные горы Антиохии наполнились отшельниками, и из них составилась целая община, которая вела полную духовных подвигов жизни. Это были истинные воины Христовы, постоянно стоявшие на страже против нападений плоти. Уже в полночь они поднимались на молитву и оглашали пустынные горы стройным псалмопением. Отдохнув немного, они затем с восходом солнца опять вставали и совершали утреннюю, после чего каждый занимался своей кельей, чтением священного писания или списыванием святых книг. В течение дня в определенные часы они опять собирались на общую молитву, называвшуюся часами третьим, шестым, девятым и вечернию, а в промежутке занимались разными видами труда, чем добывали себе скудное пропитание. По обету нестижательности все у них, как и во времена апостольские, было общее. Так что у них неизвестны были самые слова «моё» и «твоё». Трудная и сурова была жизнь этих подвижников, но они находили себе полное вознаграждение в том душевном мире, который водворяла она, услаждая их надеждой на Божие милосердие и радостью о благодати, не злившейся на них свыше. Четыре года Иоанн провёл в этой иноческой обители, 375-378-е годы, и суровая жизнь только ещё более усилила его ревность к подвижничеству. Правда, для него, воспитывавшейся в довольстве, подлюбящим попечение матери в богатом доме, где все его нужды удовлетворялись слугами, было труднее, чем для кого-нибудь сносить все тягости отшельнической жизни в этой суровой обители подвижников. И действительно, он и сам опасался предстоявших ему трудов, тем более, что и по самой слабости своей телесной он мог не выдержать такого сурового подвижничества. Но слабый телом он был могуч духом и не только преодолел все трудности иноческой жизни, но вместе с тем вёл и борьбу с опасным духом времени, вздымавшимся против монашества. Этот враждебный монашеств дух начался с поцарением императора Валента. Увлечённый сетями Ариан, Валент оказался жестоким врагом православных и начал против них беспощадное гонение. Зная, что главный оплот православии есть монашество, он всю свою ярость направил против иноков. По его приказанию разорены были знаменитые Нитрийские монастыри, и это гонительство закончилось с варварским сожжением 24 православных пастырей в Некомидии. Даже язычники негодовали на подобное бесчеловечие, но тем не менее нашлось много таких, которые, воспользовавшись настроением императора, и сами содействовали ему, ставив всевозможные преграды для лиц, желавших принять инокеское житие, и выставляя иноков врагами отечества и государства. И вот в это тяжёлое время Иоанн выступил поборником монашества и написал три книги к враждующим против тех, которые привлекают к монашеской жизни. В этих книгах он излил весь пыл своего иноческого сердца и красноречиво доказал, какое счастье находит душа в пустыне, в уединённом собеседовании с Богом. По тем же впечатлениям он написал небольшое рассуждение под заглавием сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни. Эти творения составляют неиссякаемый источник назиданий для иноков и стремящихся к иночеству. Назидая других, Иоанн ещё строже относился к себе самому и, не удовлетворяясь подвигами общежительного монастыря, наконец удалился из него, чтобы уединённую жизнью в пещере подвергнуть свою плоть ещё более стуровым испытаниям. Он чувствовал в себе силу Ильи, Ильяна Крестителя, и подобно им стремился в пустыне, чтобы там, вдали от мира, приготовить себя на предстоявшее ему великое служение. По своей ревности к подвижничеству он готов был навсегда поселиться в пустыне. Но промысл Божий судил иначе. Такому великому светильнику не надлежало быть под спудом в пустыне и в пещере, но нужно было ярко светить всем на свящнице церковном. Суровое подвижничество расстроило здоровье Иоанна, и он по необходимости должен был оставить пустыню и возвратился в Антиохию. Там его с радостью встретил блаженный Милетий и посвятил Сан-Диакона. Уклонившись раньше от высокого сана епископа, Иоанн теперь смиренно принял Сан-Диакона 380-й год. И с этого времени начался новый период в его жизни.